Здравствуйте! На портале «Экзогет.ру» с вами протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о странных и таинственных словах Христа. Обращаясь к книжникам и фарисеям, Христос говорит, «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». И здесь возникает очень много вопросов, о чем же идет речь и как понять эти слова. Что такое плоды его? Кто этот народ, который получит Царство Божие? И что означает, у кого-то оно отнимется, кто-то будет лишен этого Царства Божия? Для того, чтобы понять эти слова, конечно, необходимо увидеть контекст. Они являются некой моралью, неким итогом притчи о злых виноградарях. Эта притча является своего рода эхом песни о винограднике, которую мы находим в пятой главе пророка Исаии, которая начинается словами «У моего друга, у моего возлюбленного был виноград». И становится понятным, что для народа Израиля виноградарь – хозяин виноградника, господин виноградника – это Господь, а его возлюбленный виноград, лоза, которую он посадил на очищенной земле, на земле обетованной – это народ Израиля. И поэтому эта притча о злых виноградарях, понятно, что это притча, которая повторяет мысли пророка Исаии о трагических отношениях между Богом и Его народом. Но здесь возникают дополнительные нюансы, потому что возникает образ злых виноградарей. И, с одной стороны, мы можем себе ясно представить, что Бог посылает пророков и праведников для того, чтобы пробудить совесть, призвать к покаянию народ, но эти праведники подвергаются насилию. И кто же отвечает за это насилие? Конечно, прежде всего, духовные лидеры, старейшины, цари, иногда придворные богословы и пророки, номинальные пророки, которые преследуют истинных пророков, они являются этими злыми виноградарями. И, конечно, в конце нас потрясает эпизод, что господин виноградника посылает своего сына, говоря «постыдятся сына моего». Но и здесь злые виноградари являют абсолютную жестокость и нераскаянность. Конечно, эта притча – некое пророчество о судьбе Иисуса Христа. Сын Божий разделит ту же участь, которую до него разделили пророки и другие праведники. И дальше происходит некий взрыв. Потому что Христос спрашивает у них, когда придет господин виноградника, что он сделает с этими виноградарями. И, конечно, никто из его собеседников не догадывается, что речь идет о них. И они, точно так же, как пророк Давид, в похожей ситуации говорят о том, что эти люди достойны смерти. И ответ предполагает, что да, эти люди – это вы. Таким бы образом, притча открыла глаза этим людям и привела бы их к покаянию. Но здесь события принимают совершенно невероятный поворот, потому что Господь не хочет проливать кровь этих неправедных и ожесточенных людей. Он находит совершенно парадоксальный выход, который никак не укладывается в сознание людей. Потому что в нашем понимании, око за око, зуб за зуб, кровь требует пролития новой крови. И, таким образом, насилие умножается, как снежный ком. Единственный способ остановить это трагическое развитие событий, положить предел, границу этому насилию, этому морю насилия – камень. Разве вы никогда не читали в Писании? Вы – люди, которые всю жизнь изучают Писание, размышляют над ним, цитируют его в своих молитвах и преподают его людям? Неужели вы никогда не читали эти слова? И дальше цитата из пророка. «Камень, который отвергли строители, тот самый сделает цегловой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Итак, очень странные слова пророчества. И, конечно, мы можем догадаться, что речь идет о Христе. Кто этот камень, которого строители выбрасывают со строительной площадки как некий мусор или как то, что мешается им на пути, потому что Христос действительно очень неудобен и неприятен тем людям, которые уютно устроились в своем качестве духовных лидеров нации. Этот камень они отбрасывают. Тот камень, который им послан как некое спасение, они отвергнут. И здесь это, конечно, пророчество о Христе, который будет осужден, будет предан на распятие. Но одновременно это и пророчество о победе Бога. Бог одержит победу совершенно парадоксальным путем, который не укладывается в человеческие представления. Он станет во главу угла. Это будет тот камень, на котором будет построена церковь, или тот замковый камень, который будет венчать купол храма. В любом случае, это самый главный камень во всей конструкции. И этот камень и будет победой Бога. И это будет чудом, дивом в наших глазах. Итак, именно Христос становится этим камнем и спасением. Бог не отвечает новым насилием на то насилие, которое совершают люди. Напротив, смерть и воскресение Христа станет именно тем противоядием против этого насилия. Но что же будет с царством? И здесь Христос говорит очень важную вещь. Господь не отнимет у народа его избранничество. Народ останется любимым виноградником, народом избранным. Но Господь поменяет арендаторов, поменяет религиозных лидеров. Отныне главным камнем в этой конструкции, основанием, началом и концом, добрым пастырем, станет воскресший Христос. И, собственно, эта весть является единственным, что может положить предел и границу тому насилию, которое раскручивается как спираль в жизни людей. И тот, кто упадет на этот камень и разобьется, на кого он упадет, того раздавит. Таким образом, апостол Павел и говорит, «Мы принадлежим воскресшему из мертвых, чтобы приносить плод Богу». Здесь применительно к слову народ нужно иметь всегда очень интересную деталь. Дело в том, что в еврейском языке есть одно слово, а в греческом есть два слова. Есть слово «лаос», которое означает «народ», и чаще всего оно употребляется как избранный народ. Но есть еще слово «этнос», откуда происходит слово «этнография», и оно привычно нам, и оно стало обозначением для всех других народов. Значит, есть избранный народ, народ с большой буквы, и есть все остальные народы, а не этносы. Но в греческом языке это слово «этнос» изначально обозначало какую-то неопределенную человеческую общность. Это просто люди, это просто какая-то общность. И поэтому Бог после того, как воскреснет Христос, передает Царство Божие этой новой общности людей, этому новому народу Израиля. И очень долгое время считалось, что Церковь собой заменяет ветхозаветный Израиль взамен Него, поскольку было отнято обетование и отнято благословение, оно передается как эстафета Церкви. Но у апостола Павла мы видим, что нет, Бог не отнимает тех обетований и тех благословений, которые Он однажды дал своим детям. И поэтому Церковь не является субститутом, она не заменяет собой народ Израиля и не отменяет его. Это просто новый народ, который является телом воскресшего Христа. И другой замечательный образ о том, как приносится плод членами этого народа, мы встречаем в прощальной беседе Господа с учениками в Евангелии от Иоанна, когда Христос говорит о том, что без Меня вы не сможете творить ничего. Конечно, у нас здесь возникает недоуменный вопрос, ну как же, все-таки что-то мы можем и своими силами. Но нет, дело в том, что этот новый народ, это будет как виноградная лоза, которая привита корню, и этим корнем будет Христос. И те живительные соки, которые будут наполнять эти ветви, в действительности происходят от самого Христа. Именно в этом смысле они и будут приносить добрый плод, плод царства. Потому что мы и есть та дикая маслина или виноград, который привит к этой благородной лозе. И в наших жилах, в нашем сознании, в идеале, должна всегда обновляться живительная кровь и живительные потоки Духа воскресшего Христа. На портале Экзогеатру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...